Вы знаете, мне настолько приятно сегодня, что мы имеем взаимное понимание с Украинской Федерацией гимнастики. Мы подписали договор с Международной Федерацией гимнастики на разрешение организации этого турнира Благодарительному фонду «Спорт и дети» как организатору уже 11-й год этому мероприятию. Знаете, настолько уже приятно, что ты понимаешь, что ты делаешь хорошие, добрые шаги вперед навстречу гимнастике, навстречу виду спорта, который сегодня необходим в нашей стране. Мне очень приятно, что Международная общественность сегодня уделяет внимание нашему мероприятию, потому что в связи с экономическим кризисом в мире, вы прекрасно понимаете, насколько сложно федерациям сегодня даже оплатить проезд и приехать в прекрасную страну, в прекрасный город Киев, который принимает, который уделяет внимание очень огромное этому спортивному мероприятию. Но, к сожалению, большому есть масса причин, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Недофинансирование мероприятий в этом году, оно, к сожалению, большому сейчас под угрозой срыва, и мы до сих пор ведем переговоры с руководством страны, которое поддерживает, которое уделяет огромное внимание этому мероприятию, зная о том, что после идут официальные такие мероприятия, как чемпионат Европы в мае месяце, которые необходимы также нашим гимнастам, которые будут выступать в Лондоне в 2012 в конце июля. И мне бы очень хотелось, конечно, затронуть эту тему, поднять эту тему, что сегодня мы должны думать, мы должны переживать вместе с вами, что, к сожалению, такие мероприятия невозможно не проводить. И мне кажется, что вот сегодня такие великолепные две гимнастки в национальной сборной команде, которые одна из них будет выступать на Олимпийских играх, и я думаю, что мы все будем болеть и поддерживать их. Надо максимально прикладывать усилия для того, чтобы они могли выходить и выигрывать, приносить нам медали. А кто, как не мы, это должны сегодня делать. То есть я человек, как профессионал, который уже в этой сфере работаю больше 30 лет, я это дело люблю, уважаю. И мне очень хотелось бы, чтобы сегодня государство слышало нас. Я думаю, что оно слышит, и нам это очень приятно, что оно слышит. Но бывает иногда, знаете, такие казусы сталкиваешься там где-то внизу, какие-то там доносятся не совсем правильные месседжи для руководства. И мне бы не хотелось, чтобы поднимались такие вопросы, с которыми мы сегодня столкнулись. Там ручка стоит 30 гривен, надо за одну копейку купить и поставить в суде международной категории, чтобы он там с блокнотом писал чего-то. Ну, такие нюансы или там помост без ковролина давайте проведем. Знаете, мы подписываем договор с Международной Федерацией, и нам дает разрешение Международной Федерации проводить на высочайшем профессиональном уровне. Но, к большому сожалению, мы сегодня не в состоянии полностью провести на наших партнерах, в нашем бизнесе. Но я всегда говорю государству спасибо за то, что оно уделяет внимание, за то, что оно поддерживает. Но мне очень хотелось бы, чтобы мы откорректировали свои отношения некоторые с ними, чтобы те четыре крупнейших международных мероприятия, которые проходят каждый год у нас в Киеве, то есть это Кубок Захаровой, Кубок Дерюгиной, Фехтование, Кубок Тедеева, это мероприятие, которое необходимо нашей стране, это дает фундамент для дальнейшей подготовки наших национальных сборных. Четко мы определились с финансированием, для того, чтобы никому не было обидно, и четко шли по выработанной одной линии, чтобы у нас не возникало дебата, что кто экономит деньги государственные, а кто не экономит, кто там гостиницу за 350 гривен покупает, то есть и показывает всевозможное решение вопросов для сегодняшнего момента, который не хватает там на Олимпийские игры, на финансирование, мы это прекрасно понимаем, мы не варвары, а кто-то не экономит, платит гостиницу 961 гривен, я условно говорю. Поэтому не хотелось, чтобы возникали эти вопросы, чтобы мы не сталкивались с такими трудностями, а чтобы мы проводили для наших гимнастов, для нашей национальной сборной на высочайшем профессиональном уровне эти мероприятия. И мне бы очень хотелось, чтобы из года в год мы поддерживали друг друга. Настолько это прекрасный вид спорта, спортивная гимнастика, настолько он позитивный и нужный сегодня. Поверьте мне, это вид спорта, который мне дало емки, который огромное количество медалей несет за собой. Мы настолько его немножко упустили. И, знаете, я не могу сказать, что я одна там стараюсь. Стараются люди рядом, окружающие, и поддерживающие нас, и руководство. И Владимир Михайлович Литвин очень довольно-таки часто я с ним общаюсь, и он поддерживает, и многие-многие другие руководители. И это уже приятно, что все понимают, все знают. Мы надеемся, что этот вопрос мы решим, урегулируем, и мероприятие пройдет на встречайшем профессиональном уровне. Продолжение следует...